Устраняют недоделки или заново проводят ремонт? Этим вопросом озадачены сейчас десятки жителей Ангарска. В нескольких домах, где недавно провели реставрацию, опять стучат молотки. Детали нестандартной истории далее. Баннер, которого ждут тысячи человек по всей области, жильцов Ангарской четырехэтажки, не обрадовал. В нем сообщается о начале капремонта здания. Но в этом доме работы уже проводили. Реставрацию завершили в 2015-м. И вот спустя полтора года снова взялись за дело. Причем сразу в нескольких многоэтажках города нефтехимиков. Ощущение бесконечного дня сурка добавляет и качество выполняемых работ. Батарею перенесли, стены в порядок не привели. Окна поменяли. Но как? Такое же отношение к ремонту ангарчане чувствовали. И когда реставрацию здесь проводили впервые. Канализацию меняли туда. Они разворотили возле каждого подъезда и асфальт. Ну, все. Потом закидали это. Так и бросили. Год прошел. С лишним ничего не восстановили. С такими последствиями пришлось бороться в том числе коммунальщикам. Но внешние дома, где капремонт проводят по второму кругу, ничем не отличаются от тех, где к реставрации еще ни разу не приступали. Можно было бы подумать, что подрядчики пришли устранить недоделки. Но специалисты управляющей компании уверяют, дело не в этом. В соответствии с региональной программой дома разбиты по периодам. То есть период включается три года. И в течение этих трех лет фонд капитального ремонта обязан выполнить все виды работ, которые включены в 167 закон Иркутской области. Любопытно, что в других городах региона подобная практика затяжного ремонта еще не применялась. Более того, возникает резонное опасение. Если по три года проводить работы в одних и тех же домах до других, дело может просто не дойти. За 30 лет в Ангарске планировали привести в порядок больше 1700 зданий. А вот сколько на практике удастся отремонтировать такими темпами, ответа на этот вопрос пока нет. Алена Полоненко, Новости по будням.